Наука и технологии на телерадиоканале Страна.ФМ Здравствуйте, дамы и господа, вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ У нас рубрика «Наука и технологии» в эфирной студии Роман Шахов и технологичная Лиза Калинина. Но это еще не все. Все появляется постепенно. Насколько технологично будет мое тело, мы узнаем. Друзья, у нас в гостях сегодня управляющая студия эффективных тренировок «Фит эн Гомос» фильм «Спортсмен» Николай Степин. Здравствуйте. Персональный тренер Иван Кашлов. Ребята, привет. В общем, мы сегодня будем говорить о том, что спорт у нас тоже стал инновационным, так или иначе. Технологии не стоят на месте. Технологии не стоят на месте, у меня уже появляются какие-то отростки. В общем, EMS-тренировки сейчас набирает обороты. Давайте в двух словах расскажем, что это вообще такое, чем они так хороши. Чем эффективны они. Ну, конечно, можно подчеркнуть то, что EMS-тренировки, главное их преимущество, это то, что время, которое вы затрачиваете на тренировку в системе EMS, это 20 минут и заменяет полностью, полноценную трехчасовую тренировку в зале, в фитнесе. Трехчасовую? Ну, три часа мы считаем, потому что понимаете, что разминка, заминка. А почему они такие эффективные? Откуда они вообще пришли? Почему только сейчас появились? Пришли вообще изначально, то есть технология еще использовалась в СССР, космонавтов восстанавливали мышцы с помощью лабора. После полетов мышцы были атрофированы в невесомости, и эту технологию применяли. Потом, наверное, в 80-х годах немцы взяли себе эту технологию на заметочку, и они также стали это использовать для спортсменов, тоже реабилитация после травм. Ну да, это еще было как раз не коммерческое, а именно реабилитация для профессионалов. Понятно. И вот сейчас поняли, что пора это делать популярным, популярную музыку. Давайте популярно расскажем, как это работает. То есть на человека надеваются определенные... Мы одеваем хлопковый костюм, для того, чтобы проходимость была лучше, чтобы именно импульс проходил. Электрических импульсов. И никакой синтетики. Да, и МС это вообще электромиостимуляция, то есть электрическая мышечная стимуляция. Да, мы одеваем костюм, вот у нас он здесь. Да, там мы даже демонстрируем. Да, здесь есть план с пластинок, через которые подключены много проводков, они все соединяются, тоже смачиваются водой дополнительно, чтобы была лучшая проходимость. Ну понятно. Много воды, вода хороший проводник. Все это одевается, это не весь костюм, у нас еще есть манжеты, набедренная повязка. Потом подсоединяется это все к пауэрбоксу, который генерирует энергию, служит аккумулятором. Сколько напряжений, Вань? Это зависит от самой тренировки. От 4 до 85 Гц. Нет, это частота, а напряжение, вольт сколько? В вольтах не измеряется. Не измеряется, да? Ну, скорее всего, не сильно, потому что... Нет, ток низких частот. То есть это никакой, как там, если кого-то било из розетки, это не такой ток. Это не то, а не то, а не то. Нет, он совсем, он немного мягче, то есть, конечно, чувствуется неприятно, но это у всех по-разному, да, чем выше интенсивность тренировки. То есть вот прям в порядку, человек сначала надевает форму, ну просто, да, то есть хлопковый костюм, на него дальше надевают вот эти вот все устройства. В зависимости от того, что он прорабатывает, или всегда... Нет. Да, одевается полностью. Полностью костюм. Да, просто мы еще отойдем к тому, что это просто последний, то есть также технологически мы рассказывали про то, что это было когда, то есть это были тяжелые костюмы, такие с проводами и прочее. То есть сейчас новое поколение, это беспроводные костюмы. Такой хай-тек все у нас. Хай-тек, да. А смотрите, когда человек занимается, то есть у него прорабатываются одновременно все группы мышц работают, то есть в чем еще эффективность? То есть ты не отдельно качаешь, там, руки, ноги? Да, эффективность этих 20 минут не в том, что какие-то упражнения эволюционные, это какие-то новые что-то, это просто очень много мышц включено в работу. Около 500 мышц за одну тренировку. То есть непосредственно не те мышцы, которые мы только прорабатываем, допустим, в определенном упражнении, да, будь это трицепс, пресс, все это время работают другие мышцы. То есть и глубокие мышцы, мышцы-стабилизаторы позвоночного столба, которые очень тяжело задействовать просто в тренировке, если не применять какие-то дополнительные, там, неустойчивые поверхности. Здесь же все это прорабатывается, и все равно нагрузка на организм идет. Потому что нагрузка для того, чтобы был какой-то эффект, все равно должна быть на организм. Но в любом случае заниматься надо. Это не то, что он надел костюм, лег на диван и смотришь сериал. Да, это дополнительное, вот когда мы что-то попытаемся, допустим, подать импульс, чтобы у нас произвело какое-то движение, да, это тоже идет электрическое. Из головного мозга, да. Это тоже самое, только он усиливает. Понятно. Он усиливает движение. То есть здесь тоже чем хорошо как раз из реабилитации. А, это как экзоскелет получается для... Да, 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 да. Хорошие соревнования. Нету нагрузки на суставы. Ну, она есть, но минимальная. Минимальная, да. Если у кого-то проблемы со спиной, осевой нагрузки тоже минимальны, потому что у нас в студии нету больших каких-то весов, там максимум 15 килограмм, то это ни разу не использовалось. Друзья, мы скоро вернемся, но понимаете, будущее уже наступило. Дамы и господа, мы продолжаем. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ. Сегодня говорим про ИМС-тренировки. Да, мы остановились на том, что сейчас технология достаточно простая, легкий костюм. Раньше-то, если окунаться в историю, это было все тяжело, это громоздко, использовалось технологии для вообще высших слоев, космонавты так реабилитировались. Сейчас все намного проще. Тренировка длится 20-30 минут. Человек, мы, как поняли, весь работает эффективно, да, в работе. Все мышцы используются, да. Все мышцы задействованы. Устает так же, как после эффективной тренировки. Да, конечно. Весь мокрый. Так же, конечно. Понятно. Как iPad помогает вам? Да, на столе тут лежит еще какой-то пульт устройства. Мы, немного неудобно будет показывать. Смотрите, у нас есть программа специальная. Да, приложение. У нас качается так же из сторов. И каждый Powerbox непосредственно подсоединяется к одному планшету. То есть непосредственно энергии. Тут есть специальные штрих-коды. Мы через него подсоединяемся. Сейчас я быстро покажу. Так, смотрим, что-то тут происходит. То есть мы сканируем, чтобы намного быстрее все было, не вводя вручную все это. И получается, что уже... Как PayPass. Но это даже, можно сказать, уже не iPad, а прямо тренажер. То есть у него никаких не стоит других функций. И вот нас переносит на меню. Ух ты! Здесь вот человек нарисован. Сейчас же красным говорят, потому что не подсоединено. То есть это, допустим, если зеленый, значит все работает. Да, кто нас слушает, не смотрит, я поясню. Стоит человечек, как в игре Sims 2. И к нему различные функции там какие-то прилагаются. У нас, получается, накладки на ноги. На мониторе. Ягодичные мышцы. Да, нижняя часть спины поясницы. Широчайшие трапеции. Все это отдельно в спине регулируется. Грудные мышцы, мышцы рук и пресс. Он тоже будет двигаться так же, как человек шевелится. Он делает какие-то упражнения, но он делает их совсем медленно и однообразно. Ну, то есть утрировано, чтобы понять, по крайней мере, что человек делает. Да, есть такие, да. Кто, допустим, дома, может, тоже покупает себе такие тренажеры. Там некоторые просто показывают дополнительные упражнения. А планшетником тренер управляет или тот, кто занимается? Тренер, конечно. Тренер, да? То есть можно прямо дистанционно человеку там что-то определить? Да, да. Я бывает хожу с планшетом и рядом. Ну, это реально, правда, удобно. То есть ходишь с человеком, смотришь и добавляешь что-то, и рядом с ним показываешь, потому что, да, у всех подготовка разная. Вся мощности чуть-чуть. Интересно вот что. Люди, которые, ну, вот ваши клиенты, например, у них цели какие? Ведь не только постройнеть. Получается, ведь можно восстановить свой организм, да? Ну, да, конечно. Укрепить спину, например. Если про группы как раз рассказывать клиентов, то это могут быть цели. Цели, какие у них цели, да. Это как раз то, что вы говорили, похудеть. Приходят непосредственно профессиональные спортсмены, которые достигли какого-то максимального своего уровня и ищут как раз дополнительные какие-то источники для того, чтобы перешагнуть эту черту. Нагрузку еще ищут. И как раз вот ЕМС-технологии им помогают. Также и восстанавливаются те же спортсмены после травм, когда они еще не могут работать с большими весами. Как раз ЕМС-оборудование это заменяет на все 100%. То есть, в принципе, это тренировки, так скажем, для широкой аудитории подходят всем. То есть ограничений таких нет? Нет, ну есть, конечно, ограничения непосредственно. То есть рекомендации, которыми стоит заниматься, практически те же, как в обычном фитнесе. Ну понятно. По здоровью. По здоровью, да, по здоровью. Слушайте, а о цели? Например, человек может прийти один похудеть, другой может нарастить массу. Все это вот... Возможно. Но это уже зависит от тренера. Да, это зависит от тренера, и это зависит от самого человека, от его принципов питания. Питание нельзя. Об этом мы еще поговорим. Обязательно. А то, я думаю, можно есть все, что угодно. Чудеса, понимаешь? Это было бы так. Работают по правилам определенным. В общем, вы понимаете, в какую сторону надо еще дальше развивать технологии, друзья. Дорогие друзья, у нас небольшая пауза, мы скоро к вам вернемся, оставайтесь с нами. Друзья, в океан новых технологий в мире фитнеса нас окунают Иван Кошлов и Николай Степин, гости программы «Наука и технологии» на телерадиоканале «Страна.ФМ». Совсем скоро мы посмотрим на преображение Лизы Калининой, так что оставайтесь в компании «Страна.ФМ». Да, не переключайтесь. Ребят, ну, я так понимаю, что все равно необходимо заниматься, но в вашем случае не надо какой-то набор большой тренажеров. То есть вот... Все со своим весом, минимальный вес. Как в домашних условиях. Ну да, приближенно. Но давайте скажем, что никаких иллюзий. Если питаетесь плохо, то результат не будет быстрым, как минимум. Ну, то есть, как я поняла, что если вы просто в свой режим включаете дополнительные тренировки, питание оставляете таким же, то результат, конечно, будет. Вы его увидите, увеличится нагрузка. Но, в принципе, если у вас какие-то такие высокие цели, без питания никуда. Да, тут их комплекс. Значит, мы убираем, что традиционно там сахар, да? Сладкое, мучное, жирное. Допустим, если хотя бы это постараться убрать, из своего рациона сосиски, колбасу, уже какой-то будет эффект, потому что идет дополнительный расход калорий. Все-таки организм... То есть, от чего мы худеем? Мы худеем от дефицита калорий. То есть, допустим, нам надо 2000, чтобы поддерживать функциональное состояние организма, да? Допустим, работаю там и все, больше ничего не делаю. 2000 калорий. Чтобы хотя бы чуть-чуть забрасывать, нужно было, чтобы 1900. Так. Это достигается питанием и дополнительным, допустим, занятием уже в зале. Нагрузкой дополнительной. Нагрузкой, ну да. Дополнительный расход калорий, чтобы было. Горький шоколад можно есть? Можно? 90. 90 процентов? Ну ты вот так позанимаешься. Я пока не дотянул. У меня 7,75. Смотрите, вот к вам приходят девушки, мужчины, соответственно, вы уже регулируете им нагрузку, да? Как это происходит? Человек же не знает, что с ним происходит. Вы же там на своем компьютере руководите. Я объясняю словами, допустим, что человек чувствует, да? Легкая вибрация, какие-то покалывания. Просто все люди разные. Кто-то побольше, кто-то поменьше. Кому-то импульс проходит медленнее, то есть приходится больше поднимать напряжение. Кому-то хватает минимума просто. А что это за ощущения? Смотрите, если кардиорежим, там, около 40 Гц, это просто он постоянный, то есть он постоянная вибрация. То есть легкая вибрация, мышцы постоянно вибрируют, покалывание. Если больше привлекать, то человек с колонцами. На физиотерапии приходишь в поликлинику, да? Вкус металла, витвар. Потом во время выполнения упражнений не замечаете практически этого. Просто это идет, но как бы чувствуется, что это тяжелее становится. Но сама вот эта работа тренажера не чувствуется. Скажите, нет ли автомобильных адаптаторов? То есть, например, едешь куда-то и уже тренируешься. Нет пока еще такого? Получается, что только руки будут напрягаться, или, может быть, одна нога еще будет качаться и поднимать. На педальку ее нажимаешь. Сколько раз в неделю необходимо тренироваться, чтобы было эффект? В идеальном мире. В идеале, конечно, три. Раз в неделю? Ну, как мы в обычном принципе фитнесе. Ну, не меньше двух желательно, потому что один раз в неделю это каждый раз эти новые ощущения. Да, мышцы успеют тоже полностью остановить. Мышцы успеют поболеть. Смотрите, а когда растягиваешься, растяжка тоже улучшается за счет этого? Смотрите, нет, растяжка не улучшается за счет этого. А что делается? Растяжка может... Смотрите, когда мы занимаемся, у нас мышцы также наполняются кровью. Они начинают побыхать, начинают быть жесткими. Делать сам стретчинг, а-ля шпагаты всякие, это не нужно делать, потому что мышцы не дадут это сделать. Нет, вонят просто как заменчика. Просто немножко потянуться, как заменка, конечно. Мышцы растянутся, начнут поступать кровь с кислородом, с питательными веществами, то есть выводить продукт энергораспада оттуда, это хорошо, это поможет. Насколько важно заниматься с тренером, расскажите? Потому что ведь люди могут, наверное, я предположу, это все преодолевать. Конечно, люди могут вообще все сами сделать, да? Да, но вот... Много таких примеров, когда человек не хочет или не может приобрести тренера, да он по времени тратит очень много времени. Может быть, у него будет эффект год, полтора, пока он поймет, что он что-то неправильно делает, он вернется опять обратно. Каждый раз будет на ощупь искать что-то для себя. Ну, как в скотенок, да, слепую? Да, потому что для тренера тоже нужно учиться, нужно понимать, что ты делаешь, на какие мышцы ты даешь. Допустим, спрашиваешь у человека, для чего делаешь? Он говорит, для ног, а это оказывается вообще для спины, или что-то наоборот. Нужно знать, для чего ты это делаешь. Просто бездумно вот это постоянно делать. Ноги растут, а спина не укрепляется. Это один как раз получается из залогов футбек, это персональный тренер. То есть, конечно, это костюм плюс персональный тренер, который следит все время за вами, подсказывает. Как раз тоже нагрузку, который выставляет, тоже он уже смотрит на вашу реакцию. И поэтому как-то регулирует. Да, друзья, я смотрю на реакцию часовой стрелки, и понимаю, что сделать необходимо нам паузу, после которой мы вернемся. Наука и технологии на телерадиоканале Страна.ФМ Еще раз здравствуйте, дамы и господа. Мы приветствуем вас в фитнес-студии телерадиоканала Страна.ФМ. Посмотрите на Лизу Калинину. Она сейчас в ЕМС-костюме. И ее персональный тренер Иван Кашлов начинает тренировку. Так, смотри. Мы сейчас начнем с кардиорежима. Так. Ощущения будут... Своеобразные. Новые, новые. Легкая вибрация, покалывание. То есть, смотри, я буду начинать с ног. Я буду подключать сначала бедра и ягодицы. То есть, ты мне говоришь, больше, меньше. Ну, я увижу сам тоже. Больше, меньше, хорошо. Ягодицы, они более чувствительны, быстрее дойдут. Я хочу так пояснить, что костюм достаточно упругий. Надевали на меня его минут пять, наверное, шесть. Ну, чтобы были готовы люди, да. Ну, мы обычно в студии, когда клиент приходит, мы уже как бы смачиваем. То есть, видим, что он идет, чтобы намного быстрее все было. А, да, сначала его намочили, вот просто, чтобы знали. И я чувствую себя серьезно, как военная, военный шпион. Электроды, провода, и все очень красиво, очень мистер. Так, все, я прибавляю сейчас. Так, я бегу. Нет, пока стоим. Пока стоим. А! У меня вот так вот все делается. Контакт пошел. Так, добавляю еще, да? Ну, конечно. Так, сейчас как? Очень. У меня просто LPG-массаж сейчас идет. Еще ягодицы добавите или достаточно? У меня ягодицы достаточно, да. Так, ноги еще? Ноги, ничего не чувствую. Меня так очень чувствую. Так, поменьше, да? Да, да, да. Так нормально. Как будто я в массажном кресле сейчас нахожусь. Сейчас спина. По всей длине и поясница широчайшая и трапеция. Если что-то где-то неприятно... Слушайте, я хочу просто объяснять свои ощущения. Я как будто нахожусь в массажном кресле. Вот это когда монетку кидаешь и... Так, а если кто-то не кидал монетку никогда, расскажи. Сто рублей у тебя вот так бьется. Так, спина сейчас как? Да, прекрасно. То есть какой-то внутренний массаж мышцы, да, происходит? Внутренний массаж. Оставляю или еще добавить? Добавить. Мне кажется, нормально. Все, хорошо. Сейчас будут грудные мышцы и руки. Ага. Они чувствительны. То есть тренировка уже началась, да? Ну, да, мы пока готовим, но это быстро занимает время. Ага. Ага. Еще? Ну, эффект уже пошел, да. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Да, меня все бьют. Хватит. Да? Массаж по всему телу. А есть ли какая-то мелодия там предустановленная, чтобы можно было нажать, и человек танцует при нее? Например, что-нибудь там из бурита. Смотрите, я даже не двигаюсь, а тело двигается. Сейчас добавляю пресс. То есть это не ты двигаешься, да? Это не я двигаюсь. Пресс добавить еще? Нет. Все? Хватит. Иван, можно ли, чтобы она мне стакан воды принесла, чтобы тебе направить? Это да, фитнес-упражнение. Не раздевать, но нужно донести. Я бегу, да? Да, 20 секунд. Выше? Да, не просто, сейчас просто бег. Ага. В общем, смотрите, я бегу, у меня разбивается дыхание, потому что меня массируют четыре массажиста. Теперь поднимаем высоко вперед бедро. Высоко, да, тоже так, бежим. Как я стучу. Так. Так, еще, еще, бежим, бежим, бежим. Нас видно, да? Лиза Усейн-Болт догоняется. Теперь нас отгибаем. Разминочка идет. Да, то же самое. Ой, слушайте, все бьет. Добавить где-нибудь еще? Нет, наверное. А, хорошо. Очень хорошо. Так, еще пять секунд. Так, сейчас делаем так. Встаем на край коврика, опускаемся, идем вниз, доходим до планки на прямых руках, возвращаемся обратно. Да? Обратно. Теперь возвращаемся, полностью вытягиваемся. Так, пять раз. Раз. Почему все молчат? Это как разминка. Да, это разминка, только поэтому все молчат. Роман, нас еще и слушают, комментируйте, что происходит. Лиза делает планку и после этого поднимает руки. Вы знаете, друзья, если у вас есть возможность смотреть стороной ФМ, конечно, необходимо ею воспользоваться. Прекрасный досуг, потому что это очень весело. Лиза на работе. Остаемся здесь. Сейчас родители смотрят, наверное. Коленку, да, груди 20 раз. А у меня спина ровная, да? Да. Заработал пресс сейчас у Лизы, прямо чувствую. Мы должны разогреть кор. А у нас в эфире будет полноценная тренировка, да? Как это упражнение называется, Иван? Скалолаз. Скалолаз. Лиза сейчас скалолаз на горизонтальной поверхности. Можно теперь встаем? Как так? Да, поднимаемся обратно. Ай! Немножко попрыгаем. Руки в сторону, ноги в сторону. Конечно, легко попрыгаем. Да. Чуть-чуть. Напоминаю, что это еще Россия. Россия. Это разминка. Пока это разминка еще. Ой. Самочувствие прекрасное. Я уже устала. Если честно. Давайте заключительно сделаем присед и сидим просто. Только правильно, да? Таз назад. Статическая нагрузка, я так понимаю. Чуть-чуть, да. Садимся ниже. Еще ниже. Коленочки шире. Нет, ноги не расставляем шире, именно коленки. Чтобы, да, вот так, ниже. Вот сидим. 15 секунд так посидим и все. Действительно. Как ощущения? В общем, я сижу, меня... Может быть, добавить где-то? Добавьте. Я расскажу о своих ощущениях. Трясется все тело. Я понимаю, что я им не управляю, оно все двигается. Видите? Это подготовка к тебе, Ркингу. Понимаешь, подготовка. Можем... Мини такой разогрев мы сделали. Сейчас я буду ставить другой режим. То есть будет импульс глубже. Посмотрите, что с моим телом. Оно двигается само. Немного будет по-другому чувствоваться. Не опираться на эти чувства. Там должно быть много пожестче. Чуть-чуть. Ага, хорошо. Ипульс у нас будет 4-2. То есть у нас будет не постоянно, как сейчас, а будет 4 секунды импульса глубокого, 2 секунды будет пауза. И в эти секунды, 4, мы будем делать тоже упражнение сейчас. Первый раз я танцую бутидэнс. Ничего я этого не делаю. Когда-то все бывает в первый раз. Все остановилось, так. Да, сейчас я переключусь. Фух. Так же начинаю сейчас с ног и ягодиц. Что делаем? Стоим пока просто. Ой. Сейчас будут другие ощущения. Импульс идет, да. Ощущения будут немножко другие даже. Ощущения другие. Как будто... Я даже не могу объяснить. Новый вид массажа просто сейчас происходит. Добавляю или их достаточно? Недостаточно, достаточно. Так, ноги. Ноги, да. Я хочу просто пояснить. Как будто мне вот такими расческами массирует мою кожу на ногах. Ноги изнутри, наверное, массирует, да? Нет, не изнутри, а вот снаружи, да? Снаружи, да. Так, сейчас спина. Не устала? Я не знаю, нет, пока не устала, но очень интенсивно. Иван, устала, отключите там. Сейчас. Ой, да. Спину хватит? Спину хватит, да. Так, сейчас будут грудные мышцы. Они чувствительны, поэтому сразу говорите себе много. Нормально. Достаточно, да? Да. Как будто, знаете, вот бегут пауки какие-то по мне. Ну, они скоро бегут, да. Интенсивно бегут очень быстро. У них марафон буквально. Руки еще или достаточно? Достаточно. И пресс сейчас. Ой. Когда пресс идет, импульс, старайтесь не задерживать дыхание, спокойно дышите. Дышим. Достаточно или еще? Достаточно, да. Сейчас я возьму резиночку быстро. Иван берет эспандер в резиновую петлю. И все. Килограммов на 15, наверное, да. Делаем сейчас так. Ногами встаем на резинку. Ага. Поднимаем ее, локти вперед выводим. Такой прямоугольничек. И на импульс спокойно делаем не спеша два раза. Присед. Раз. Два. Хорошо. Пауза. Приседание с резинкой зеленого цвета. Как раз небольшое утяжеление, чтобы не совсем было легко. Ой, слушайте, ну устаешь. Вот стоишь просто. А сейчас идут дырмульсы, да? Моги шире ставим. Еще шире. Так. Я импульс иду постоянно. Локти выводим вперед. То есть ты еще готовишься к упражнению? Поехали. Вниз. Встаем наверх. Раз. Еще раз. Пауза. Слушайте, тело работает без тебя. И при этом ты еще делаешь упражнения. Очень эффективно. Я уже устала. Добавить? Не, не надо. Поехали. Раз. А как дышать? Правильно. На усилии всегда выдох. То есть вниз вдох, а вверх выдох. Роман, как ли? Я слышу прекрасно, что ты дышишь вообще. Прекрасно. Стараемся коленки не заваливать внутрь. Акустическая картина замечательная. А визуально? Пауза. Поехали. Раз. Оп. Два. Хорошо, можно закончить. Теперь делаем небольшие выпады. Да, давайте. Обычные выпады без резиночки уже сделаны. Просто стоим на месте, выпад назад. Не ставим ногу, опять делаем этой же ногой назад. Два раза. На импульс также делаем. Поехали, да? Сейчас пауза. А интервал? Поехали. Должен быть интервал, да, между упражнениями? Практически без паузы. Два. Пауза. Другой ногой. Раз. Два раза? Да. Теперь мы знаем тайную жизнь Лары Крофт, как она готовилась. Поехали. Раз. Очень интенсивно. Отличается, если делаешь упражнения без этого костюма. Может быть добавить? Давайте попробуем. Конечно, убью меня до конца. Какие части тела добавить или все добавить? Давайте все добавим, чтобы уже... Работаем по максимуму сегодня. Раскатать, да. Как это все происходит? Так нормально? Конечно, нормально, прекрасно. А в килограммах как-то это усилие можно измерить? Нет, для всех по разному, потому что у всех проходимость. Еще пару раз делаем. Я нашла ассоциацию. Как будто ты находишься в джакузи, а очень близко подходишь к напору воды, только они повсюду. Хорошо. Пауза. Фух. Делаем упражнение теперь на ягодичные мышцы и заднюю поверхность бедра. Давайте. Встаем на резинку, держим ее так. Можно пониже взяться, чтобы больше напряжения было. Таз уводим назад и полностью вытягиваемся вперед. Уводим таз назад, полностью выводим вперед. Так, хорошо. Давайте. Сейчас надо как-то покрасивее встать, да? Чтоб видели меня все. Да уж, пожалуй. На все-таки телерадиоканал. Мы смотрим. Можно пониже еще взяться, чтобы было потяжелее немножко. Да? Вот так, да. И вот так? Да. И полностью выгибаем, встаем вперед. Раз. На ниппу сделаем так два раза. Поехали сейчас. Поехали. Роман, что вы скажете? Каленки вперед не идут. Раз. Я представляю, что ты виртуальную штангу поднимаешь. Два. Какая? Становая тяга, да? Это что-то такое? Это румынская тяга. Румынская тяга. Становая тяга, да? Немножко по-другому. Это я, да. Каленки вперед не идут. Ты что знал, сказал. Каленки, то есть они остаются? Уводим таз назад. Как будто достать пытаемся чем-то. Да. Раз. Я надеюсь, это последнее упражнение. Еще одно сделаем? Еще одно. На пресс? Конечно, естественно. На пресс? Пока. Самое главное. На это невозможно не смотреть и остановиться смотреть тоже невозможно. Лиза, продолжай. Хорошо. Еще два раза и все. Каленочки вперед не идут. Да. Да? Раз. Вот так. Мы можем как раз спросить у Лизы, какие у нее ощущения, как будто сколько килограмм она тянет. Заключительный раз. Ой, насколько. Килограммов на сто. Два ведра воды больше. Два ведра воды, да. Еще? Да, все, закончим. И последний на прессик сделаем чуть-чуть. Легкое упражнение совсем, наверное. Пока я делаю упражнение, оно уже все во мне выбирает, вы понимаете, да? Ну, конечно. У меня аж запитается язык. Джакузи мы запомнили. Джакузи и паучки. Обычная планочка. Обычная планочка, конечно. Встаем на локте, таз немножко под себя и стоим. Фух, все, встаю. Вот туда лицом, да? Ну, конечно, камера там. Конечно, естественно. Камера смотрит в мир. Добавить, может быть, еще? Не, не надо. Хорошо. Таз немного выше. Вот так, все, стоим. Так, я стою. Могу добавить пресс, допустим, сейчас? Давайте, давайте, добавим. Таз не опускаем, чуть повыше, вот так. Роман, что я вам хочу сказать? Скажи что-нибудь. В следующий раз, когда к нам придут такие же ребята или девчонки, еще повыше, вот так. Мы попросим мужской костюм. А тогда будет не спортивная, а юбористическая программа. Да ты знаешь, сейчас тоже мне очень весело. Нет, мы, кстати, думаем только о спорте, поверь. Только о ИМС-тренировках. Я попрошу парней. Я думаю, можно закончить. Да, давайте. И перейдем к третьему. Это массаж. Массаж? Да. А это все был не массаж? Это нет. Давайте. Можем так же ложимся, только на спину. Ложимся, да? Да. Как вам, мы думаем, куда лицом? Ой. Оно так все сильно бьет меня. Так. Сейчас я подключаю. Такие же будут импульсы идти. Угу. Но я подключаю сразу на все тело, и вы мне говорите, допустим, руки уже много, я останавливаю, добавляю дальше. Просто ложитесь прямо на спину. Это получается такая заминка или как? Да, это заминка, да. Лифо-тренажный массаж. Помогает из организма вывести продукты энергораспада после тренировки, да, лишнюю воду и удаляет. Помогает бороться с целлюлитом. Спасибо. Ну, надо с этого было начинать. Так, идет что-нибудь? Да. Еще добавляю или достаточно? Можно добавить. Но сейчас по ощущениям меньше вот этих вибраций, чем были во время тренировки. Да, сейчас просто руки расслабьте, положите на коврик, на себе ногу. Да, вот так. Еще добавляю? Да. А какая у меня сейчас интенсивность? Это сильная или не очень? У всех по-разному. Угу. Допустим, сейчас по цифрам тут 31%, грубо говоря. Очень щекотно. В процентах как-то можно сказать, например, это средний уровень, это малый уровень? У всех по-разному. Лизин уровень, да, так называется он? У всех, я говорю, зависит только человеку. У кого-то чувствительность меньше, у кого-то можно, допустим, там приходят мужчины, девушки у них под 90%. Иван, а скажите, а есть такая вот программа, например, человек пришел, просто устал с работы? Массаж. Есть. То есть на 20 минут можно лечь и вот это вот массировать. У нас есть такие. Все, могу вставать? Да. Ой, спасибо. Как сильно. Давайте помогу. Меня бьют. Лиза, я тебя поздравляю, твоя жизнь разделилась на до и после. Это всего было 10 минут. 10 минут? Еще столько же, я думаю. А, еще ровно столько же. Ну, я устала очень. Мы сделаем небольшую паузу, после которой Лиза поделится еще своими ощущениями. Спасибо большое. Оставайтесь в компании Страны ФМ, друзья. Ну, в данном случае у нас спортивные технологии. Иван Кошлов и Николай Степин в гостях у телерадиоканала Страна ФМ и наш спортивный буру Лиза Калинина. Буру. Я расскажу о своих ощущениях. На самом деле, весьма эффективно. Я пыталась объяснить, что у меня происходит. Я думаю, что вы поняли. Тебя все время монсируют ощущения разные. Работают все группы мышц. И при этом идет стандартная тренировка, как таковая. Ну, то есть, все упражнения с своим весом, планки, приседания, выпады и так далее. Но энергозатрат больше. Я это чувствую. Это у меня только 10 минут было. Вообще, тренировка длится в два раза дольше. Мы делали просто презентацию, да. Обычно это пожестче и побольше импульса можно добавить. Смотрите, что отличается, если, допустим, на моем месте молодой человек? Вот что-то меняется принципиально? В принципе, смотрите, мы на первом этапе используем упражнения, которые, так сказать, глобального характера, которые задействуют больше мышц в одном упражнении. Это приседания с жимом какие-нибудь. Для мужчин, я просто, когда человек приходит, нужно изучить его, да, что он лучше, что у него хуже, какие мысли слабее. Ну и цели, конечно, его. Да, и мы потихоньку прощупываем, что он, где у него сильнее, допустим. Девушки, конечно, хотят больше нижнюю часть, если девушки приходят. Но это тоже нельзя постоянно качать, потому что эффекта не будет, если постоянно одну и ту же точку мучить, она должна восстанавливаться. Понятно. Все равно это должен быть комплекс, конечно. Мужчины тоже обычно, если мужчина хочет, он, в принципе, хочет полностью сбросить, там, лишний вес или тонус мышц. Постранить. Да, постранить. Мы тоже стараемся также или больше вверх сделать, чуть поменьше низ, тоже для тонуса, или, наоборот, побольше низ, чуть-чуть побольше вверх, поменьше для тонуса тоже. В общем, три раза в неделю занимаемся по 20 минут, находимся в прекрасной форме. Если нет желания заниматься, можно просто массаж сделать, правильно? Можно просто массаж. Можно просто массаж. То есть тоже будет эффект хоть какой-то. Ну, минимально, но будет. Ребят, громадное вам спасибо. Очень интересно. Продолжайте, дело у вас очень хорошее, перспективное. Да, приходите к нам еще вот интересно, как тренеров готовят таких, тоже должен человек разбираться во всем этом. Да, специально подготовка проходит. Узнаем. Спасибо вам огромное, безумно интересно. Иван Кашлов, Николай Степин только что были в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Спасибо за опыт большой. Нам понравилось. До новых встреч и желаем, чтобы вот это дело развивалось, обрастало новыми технологиями, которые будут... И чтобы там работали профессионалы. Да. Это важно. Друзья, спасибо большое. До встречи. Пока. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok